В Казанском федеральном состоялся круглый стол посвященный отечественным разработкам программного обеспечения в области геологии, поиска, разведки и разработки месторождений. Участниками мероприятия стали представители нефтедобывающих компаний и организаций, активно использующие цифровые инновационные подходы в сферах, сопутствующих собственные инновационные решения для добывающего сектора в области экономики. Тема, которую поднял наш университет геологи, как никогда актуальна и своевременно. За последние 2-3 года такие термины, как искусственный интеллект, интеллектуальное месторождение, интернет вещей, бигдейта, теория распознавания образов, они настолько плотно вошли в наш обиход, в нашу повседневную жизнь, что это уже стало нашим инструментом. Основные вопросы, выносимые на обсуждение, затронули корпоративную политику, существующие программные продукты в нефтегазовой отрасли и тенденции ее развития в стенах Казанского федерального университета. Проблемы нефти, они и в математике, и в экологии, и в юриспруденции, и в экономике, и не только в геологии. Есть у нас база трансферных технологий, мы построили завод, катализаторный фабрик на Нижнекапнефтехим, нефтяные полигоны, с ТАТ-нефтью мы работаем. Сегодня у нас большой проект с ТАТ-нефтью по добыче высоковязкой нефти. И у нас есть свой оригинальный центр инжиниринга в сфере химических технологий. Продолжая тему, проректор по научной деятельности раскрыл детали важной разработки, над которой потрудились нефтехимики и геологи КФУ. Между учеными ее называют третьей революцией. Речь идет о разрабатываемой технологии внутри пластового горения. Напомним, первыми двумя революциями считаются бурение горизонтальных скважин и гидроразрыв пластов. Сегодня уже об этом много говорят. Если вот две революции прошло, это бурение горизонтальных скважин, когда мы увеличили там площадь контакта пласта со скважиной, значит, там в сотни раз, да, и когда гидроразрыв пластов мы сделали, значит, увеличили тысячи раз уже контакт скважины с нефтеносными породами. И, наконец, третья революция — это создание технологии нефтереработки под землей, когда мы, используя катализаторы и тепло, можем уже добывать ресурсы, которые считаются интервьюционными, там, высоковязкие нефти, это нефтематеринских пород. Заслушав доклады, участники круглого стола достигли взаимопонимания в вопросах необходимости и важности внедрения высокотехнологичных инновационных разработок в индустрию нефтедобычи. И все это для того, чтобы определить вектор развития цифровых технологий в нефтяной индустрии за рубежом и в России, а также уделить внимание основным направлениям развития цифровых технологий. Также стоит отметить, что в завершении встречи был подписан договор с крупной китайской компанией. Создаем технологии для Бажена. Вот в конце февраля большая делегация из консорциума Бажен прибудет в Казань, но вот я предлагаю тем, кто здесь сегодня, посмотреть лаборатории, в которых мы создаем технологии подземной переработки нефти. Подземной переработки нефти. И вот лаборатория в Институте геологии нефтегазовых технологий. Адель Шамилова, Роман Саварин, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова